В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область на прошлой неделе премьер-министр Бахчан Сагантаев посетил ряд предприятий. Во время визита на завод Сарар-Канан Караганда глава правительства ознакомился с инновационными решениями и технологическими особенностями производства хлебобулочных изделий. Производство Сарар-Канан Караганда представляет собой комплекс, включающий участок бестарного хранения муки, помещение водоподготовки, кондитерский цех и туннельные печи, в которых происходит процесс выпечки формового хлеба. Обо всем об этом генеральный директор компании рассказал премьер-министру страны Бахаджану Сагантаеву. В завершение экскурсии была представлена выставка хлебобулочных изделий, выпускаемой заводом. В ходе рабочей поездки председатель правительства ознакомился с ходом модернизации завода по производству металлического кремния в Караганде. Бахаджан Сагантаев осмотрел производственные цеха, в которых происходит выпуск, рафинирование и разливка расплава кремния, а также посетил склад промежуточного хранения. На заводе по производству металлургического кремния премьер-министр провел совещание с Акимом области и представителями различных министерств и президентами крупных промышленных предприятий. Глава области Ерлан Кушанов ознакомил собравшихся с крупнейшими предприятиями индустриального региона, а также озвучил ряд проблем шахтерской столицы. Это и строительство нового медицинского центра и модернизация теплоносителей. «Модернизированный ТЭЦ-3 готова выдавать требуемые объемы, но для их транспортировки можно тепловые протяженностью 22 километров. Сумма составляет, поезды сейчас разрабатываются, более 27 километров. Его строительство позволит обеспечить теплом почти 12 тысяч вольт в социальные административные объекты и объекты МСБ в новом центре Хараганды. Четвертое. Остро стоит вопрос обеспечения водой населения города Харажал и поселка Жайем. В 2007 году, правда, программа пихевой воды только началась строительство Тускольского водозабора. Строительство и монтаж завершены в 2013 году, но объекта сельфора не приведет в эксплуатацию без замечательных уголовных работ. На данный момент встал вопрос второго очередного водозабора, который предусматривает восстановление строительства Тускольского водозабора. Неселковск, не сенаторитетная заявка на 1 миллиард, и где, на уточнение, просим поддерживать. В ходе заседания Бахаджан Сагентаев обсудил вопросы технологической модернизации с руководителями крупных промышленных предприятий. Каждая компания презентовала, что такое, где что будет применяться. Когда мы говорим о технологической модернизации, мы же говорили о чем? Как будет повышена производительность труда от сегодняшнего? В 2020 году жизнь будет другая, и все страны будут бороться за рынки. Мы должны быть конкурентоспособными. И страна, и продукция. Мы видим, насколько увеличится конкурентоспособность нашей продукции, насколько увеличится наша эксплуатационная продукция, качество. Однако модернизация производства имеет и оборотную сторону, а именно – высвобождение рабочих. Премьер-министр поручил Акимобласть и позаботиться о рабочих предприятиях, прошедших модернизацию. Если сегодня государство модернизируетесь, применяете новые технологии, то понятно, что люди будут освобождаться. Куда их направить? Они же не виноваты, что работали на этом заводе, где происходит модернизация. Но тогда должны их вместо того, как модернизация с другими отраслями отработать. Это даже не головная боль уже от того предприятия, у которого освобождается. Он свою задачу выполнил, привел в техноэнергическую модернизацию, начинает выпускать уже другую продукцию, которую постребованно в мире. За это им надо говорить уже спасибо. Акимобласть должен двигаться. У Акимобласть должен быть четкое понимание. Куда пойдут? Вот он говорит, что 6 тысяч рисков. Вот надо вот, ускоро, надо теперь расписать, в каких объемах это риски распределить 6 тысяч. Допустой Акимобласть решает, какие категории людей, какие специальности освобождаются, их навыки на сегодня какие, куда их можно научить. Бахаджан Сагентаев поручил государственным органам взять озвученные вопросы на контроль. Также ряд вопросов, касающихся экспорта, будет вынесен на обсуждение в ходе предстоящего заседания Евразийского межправительственного совета. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.